В середине марта погода продолжает оставаться по-зимнему холодной. Если в городе сугробы начали таять, то лесная местность по-прежнему заснежена. Однако мороз, ветер и наледь – не преграда для туристов. Возле карьеры УСНТ Кожина они собрались, чтобы впервые после снятия ограничений провести соревнования. Заместитель главного суди по дистанции первого класса состязаний, педагог-центроромантик Ирина Гречаная говорит, погода очень обрадовала туристов. Этот наст, который образовался после потепления, ледяные участки, которые образовались, а потом появился вот этот мороз, получилось, что действительно абсолютно та обстановка, которая идет, если говорить о реальных горах, та обстановка, которая идет выше 3000 метров. То есть сегодня у нас дети – абсолютные покорители Эльбруса. Ребята проходили дистанции двух уровней сложности. Перед более опытными спортсменами стояла задача показать командную работу, выполнить связки на снежно-ледовой дистанции, организовать спуски и подъемы, а также страховку товарища. Ребята помладше работали в парах, и для них была предусмотрена дистанция менее сложная. Соня и Надя занимаются спортивным туризмом в центре «Романтик» порядка четырех лет. Признаются, находят это занятие увлекательным и полезным. Мне кажется, это общительным, интересно довольно-таки. Это необычное занятие, как-то все не очень так банально, поэтому вот так и удалось. Всего же заявки на участие в соревнованиях городского округа по спортивному туризму в этот раз подали более 150 школьников от 10 до 18 лет. Результаты состязаний будут опубликованы на сайте центра «Романтик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова